70-й год. Более того, в этот самый момент, на этом Аравийском полуострове было огромное христианское государство. И там был патриарх Григорий Амарицкий. Григорий Амарицкий был патриархом. Который просил правителя этого государства, чтобы всех евреев, всех там язычников, всех истребить. И евреи попросили уже, пришли и говорят, мы же граждане твоего государства, как нас истреблять? У нас те же самые книги, что у христиан. Давайте с вами соберем соревнования, и вы увидите, что мы победим. И вот Григорий Амарицкий начал заниматься с ними вот этим дискутом прямо на людях. И что? Он не может победить, и все. Он говорит местописание, а тот из Ветхого Завета говорит. Кто-то ему опять местописание, а евреи ему из Ветхого Завета, ну отличный попался такой, раввин. И он думает, ну что делать-то, как же его, и евреи, о-о-о, молодец, и христианин. Смотрят на него, и что такое? Тут уже войска стоят, готовы евреев всех перебить, если что. Не побеждаются никак эти евреи, что делать? И он тогда, Господи, да загради ему уста, чтобы он не смог ответствовать. Ну, Господь, конечно, послушал святого своего, заградил ему уста. А вот еврей стоит, молчит. И он продолжает говорить, все, ну вроде за ним победа. А евреи говорят, нет, так не пойдет. Мы так хорошо все говорили, тут что-то непонятно случилось с нашим оппонентом, этим земляком. Давай-ка так сделаем. Вот Христос, ты говоришь, явится. Вот явится перед нами Христос. Тогда мы веруем. А так мы не веруем. И он встал на колени, Господи, к тебе взываю, ради этого, явись перед ними. И Господь на облаке спускается, но не до земли. На высоте такой, что видно, и он достаточно. И евреи, ого, ничего себе. Это 700, 570-е годы. Ну, как раз рождается Мухаммед, и все это происходит. Вообще непонятно. Ну, это же великое чудо. И там, ну, им написано. Ну, и что? И после этого евреи все равно не уверовали. Ну, какая-то часть там уверовала язычника там. И евреи собрались, и их выгнали просто из страны. Кто, говорит, не хочет быть христианом, выходите из страны. И они ушли. Ну, кое-кто там, конечно, уверовал. Но дело там другому. Это как можно было этому патриарху пойти и попросить правителя, чтобы, раз они не хотят быть христианами, давайте ей купим. Это где христианство-то было? На какой основе должен был Мухаммед строить христианство в этот самый момент? Игнатий Ильич еще говорит, не пошли с проповедью. То есть, был и Григорий Мариинский святой. А проповедь-то Христа, а Христе где была? Евангельская истинная проповедь. Нету ее. Кто вот брату бы нашему объяснил, что на них в женах дело-то все. А в тебе самом ты спаси душу свою. Опять жены-жены какие-то он там начинает выискать. Забыл совсем эту жену, да и все. У тебя жена, главное, это церковь теперь. Иди на проповедь. Вперед на проповедь пошел. Начинай с теми говорить. Тебя будут послать на три буквы. Дураков будут называть. Вот такие молодые семинаристы, вот такие пацанята будут сказать. Стоять, а ты будешь в Бородоре. У меня седая была. Он говорит, козел, пошел отсюда, давай. Семинарист. А другой стоит такой спокойный. Я говорю, вот ты такой невоздержанный, ты это молодой человек. Вот бери пример с этого. А этот такой стоит, смотрит. Давайте, говорит, братья ему просто рожен объем и все это. И вот тогда у тебя начнется настоящая жизнь. Тогда попрыгаешь, тогда поймешь, а то что я тяжелый. Ну, кому хорошее попадется, кому уж извини, не попалось. Теперь что сделаешь? По достоинству кому-то. Ну, конечно, но это всякое бывает. Бывает никакое. Вот у нас, допустим, сколько браков было, моя жена во всех браках практически участвовала. У нас где-то, получается, 12 было, вот в одной нашей общине небольшой, 12 браков молодежи было. И все до сих пор друг другом живут. Ну, только вот мама их не отошла к отвосту. Ну, то болезнь, понятно. Ну, муж-то ее остался, вот дети остались вот с нами сейчас, с нами их с братами. Так что вот, все, никаких нареканий никому нету, все живут, никто никому не изменяет, ничего этого нету. Как Господь так сделал? Почему? Потому что все истинно верующие тут все сидели вот, на занятиях сидели, все занимались Слово Божие. А братское общение было, такого не было, что подошло и там женщина начинает с сестрой какой-то разговаривать. Ну, младше меня она, конечно. Начинает там, а ей нравятся духовные беседы, муж ее не может разговаривать. Ну, он же не подойдет ко мне, слышите, ты что с моей женой тут разговариваешь? Ты что? Это, она не может ни с кем разговаривать. Это откуда такое? Что за ревности это такие? Это духовное братство или что? У нас такого вообще понятия не было, чтобы там ревновать кого-то где-то. Братья, даже в этом речи нету. Ну, нужно себя держать бодрственно, духовно. Если говоришь Слово, говори, как Господь говорит, с теми же чувствованиями вот и сей Иисусе, чтобы спасение души было. Так, ну что, вперед, а то спать же над вечером. Ну, у нас там татары, они себя не относят к монголам, они относятся к Болгару и говорят, что мы воевали против как раз-таки татар-монголов. А мы с Болгаром и другие, мы к ним не относятся, а мы наоборот, типа, защищали Русь, а-та-та, то есть мы с ним воевали, а Русь нам не помогала. Ну, да, мы сейчас как раз проходили это занятие, вон, 1-го сентября, там, день Честного Травящего Креста, Господня, там как раз победа Русичи над Болгарами была, и праздник этого Честного Травящего Креста установили. Как раз там Сарацинов, да? Ты что-то помнишь? Чего вы помните? Я больше вас помню. А для вас все делаем. Благодарим Тебя, Христе Божий наш, яко насытил нас и сеземный в Твоих благ, не лиши нас и небесного Твоего Царствия. Но яко посреди учеников, прей пришлось и спаси мир, дая им, прей и к нам и спаси нас. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови. Спаси, Господи, по-голгорафтых, милующих, питающих нас, спаси всех страдающих, болящих, темницы сидящих, нищих, сирот, до путешествующих братьев наших сюда. Благослови, Господи, всех священства, иноческих чин, притч святковных, вся православная христиан, избай их от всяких скорбей гнева и нужды, а всякие болезни душевные, телесные и полезные душам нашим сотвори. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Спасибо, Христос. Слава Христос. Да, туда, туда, в поддом идите. Так, ну что, брат, мы пошли? Брат, все, все, идите, сбоку. Все, все, до завтра. Покажем вам, куда идти. Сейчас мы буквально маленько прочитаем. Ну да, да, да. Обязательно на это печенье. Благодарю. Вот это копилочка. А, это постельное белье, да, да.